Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. В преддверии Дня Великой Победы состоялся торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны Акима Карагандинской области. Если бы не было наших победителей, возможно, была бы карта Казахстана или страны другая. Тогда не было бы и нашей независимости. Тем, кто не боялся смотреть смерти в глаза, сражаясь за родную землю, в Казахстане уделяется особое внимание. Ветеранов войны и тружеников тыла чествовали в областном филиале партии Нур-Отан. После войны они шли на борьбу с другим невидимым врагом. В Департаменте внутренних дел с честью берегут и приумножают традиции борьбы с преступностью, которую вели милиционеры-фронтовики. Этих дней не смолкнет слава. В честь 72-й годовщины Великой Победы Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов провел торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны. 35 участников войны из городов и районов области стали главными действующими лицами торжества. Василий Болотин родился в 1924 году. Всю жизнь живет в Казахстане. В 1942 году призвали на фронт. В то время он учился в Алматинском военном училище. Было ему 19 лет. Отправили в Сталинград. Пройдя всю войну, победу он встретил в Германии. Вот под Сталинградом мы получили, как говорят, первый бой, боевое крещение. А потом уже вот эту Сталинградскую битву выиграли. Потом выиграли Орловско-Курдскую дугу. А потом сумели погнать их дальше за Днепр. Вот пришлось пройти по Донбассу, потом Днепропетровск, потом Николаев, Харьков. И так. Потом пришлось Польшу освобождать. А потом уже пришлось Германию завоевывать. Наград у Василия Васильевича более 30. Среди них Орден Отечественной войны второй степени, медаль за победу над Германией, а также множество юбилейных медалей. Вернувшись в фронт, он стал инженером. На заслуженный отдых Василий Васильевич ушел с поста директора профтехучилища. Я поздравляю вас всех, дорогие товарищи, с тем победы. И желаю вам крепкого здоровья. И хотелось бы, чтобы больше на вашем пути такой, не такой, а даже маленькой войны не было. Пускай молодежь живет в мирное время, пускай учатся, пускай приобретают для себя профессию и живут спокойно в мирное время под чистым небом. Ветеранов встречали со всеми почестями присутствующие кадеты военной школы Жасулан. Выстроены в почетный караул. Смотрели на них с гордостью и трепетом. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов лично приветствовал каждого. Помимо единовременного пособия, глава региона вручил участникам войны дополнительную денежную сумму и цветы. Слова уважения и признательности за мирное небо над головой ветеранам высказал Аким области. Будущие поколения, мы действительно вами гордимся. И, как говорил президент, если бы не было наших победителей, возможно, была бы карта Казахстана или страны другая. Тогда не было бы и нашей независимости. И мы сегодня благодарны вам за все то, что вы нам сегодня дали возможность жить в такой стране цветущей. И что уже 72 года у нас нет войны. Мы живем в мирной стране. И живем мы в независимой стране. На протяжении вечера звучали песни военных лет и искренние слова благодарности. Несмотря на возраст, ветераны с улыбкой смотрят будущее. Камали Дюсимбеков решил поблагодарить Акима и высказать свои слова благодарности. В те годы всем было трудно, и мы сражались за мир на нашей земле, за благополучие наших будущих детей. Сегодня я хотел бы поблагодарить вас от лица всех собравшихся за то, что цените и помните о нас. Спасибо, что чтите память павших наших братьев. Спасибо вам за такой прекрасный дастархан и замечательный вечер. Сегодня в области проживают 184 ветеранов Великой Отечественной войны. Но уважение и любовь к этим людям не угасает. Их жизнь достойна песен и стихов. Их именами хочется назвать каждую улицу. А они спокойно оценивают свою жизнь и считают, что просто выполняли свой долг. Сегодняшняя стабильность – это их заслуга, наших ветеранов. Еще раз хочется пожелать нашим ветеранам здоровья и ясного неба. Тем, кто не боялся смотреть смерти в глаза, сражаясь за родную землю, в Казахстане уделяется особое внимание. В эти предпраздничные дни ветеранов чествовали представители партии Нур-Отан и подарили им подарки. В преддверии Великого праздника Дня Победы первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии Нур-Отан Кадишао Спанова поздравила 10 ветеранов 72-летием Великой Победы. Участники Великой Отечественной войны, те, кто непосредственно был в тылу, в тылу, в тылу, в тылу веки наши, да? Вот уже 72 года отделяет нас от нашей Великой Отечественной войны, это тяжелое время. Несмотря на то, что это тяжелые воспоминания, но самое главное, что это наша история, историю мы помним, историю мы не должны забывать. На торжество пригласили ветеранов войны и тружеников тыла из ближайших городов. Среди них и Владимир Рыскаль. Он родился в 1929 году в Актюбинской области. Когда началась война, он был совсем подростком. 12-летнему мальчику пришлось влиться в ряды тружеников тыла. Уже в летние каникулы работали только на сельхозработах. Только на сельхозработах. У нас не было такого понятия у школьников, чтобы школьные каникулы, загорать или ничего не делать. Такого не было. Вот в этом суть и в этом вклад тружеников тыла в достижении победы. Не зря сегодня говорят и участники войны. Не было бы тыла прочного, не было бы победы. Для них сегодня была организована концертная программа «Кольджет Аттембет». Самый чувствительный момент настал, когда ветераны стали подпевать любимые песни. В эти праздничные дни ветеранам уделяется особое внимание. Ведь это они, хоть и боялись, но не отступили, не сдались, защищая своих жен, детей и наше будущее. А долг каждого из нас помнить и благодарить их за великую победу. Не только в праздничные дни, а намного чаще. Фариза Албаева и Санбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сотрудники Карагандинской прокуратуры почтили память героя Советского Союза Нуркена Абдирова. У памятника легендарного летчика состоялось возложение цветов. Нуркена Жанна Ахметова, заместителя прокурора области, назвали в честь героя Советского Союза Нуркена Абдирова. Именно поэтому к церемонии возложения цветов к памятнику храброму летчику у прокурора особое отношение. Более того, Нуркен Абдиров не просто тезка, а еще и коллега. Стоит напомнить, что Абдиров ушел на фронт, будучи следователем прокуратуры Карагандинской области. Свой последний вылет герой уничтожил пять танков. Его подвиг бессмертен, заявляет Нуркен Жанахметов. И последний свой боевой вылет, когда машина загорелась, он, считаясь жизнью, решил идти на таран. И уже несмотря на то, что пламя добрался до кабины, он дал поручение радисту, второму пилоту, выброситься с самолета. Сотрудники ДВД Карагандинской области в преддверии майских праздников почтили память солдат, героически погибших при исполнении служебного долга. Полицейские возложили цветы перед памятником. Ветераны органов внутренних дел и Великой Отечественной войны возложили цветы и почтили минуты молчания павших воинов Великой Отечественной войны и сотрудников, погибших во время исполнения долга. Торжественное мероприятие открыл начальник Департамента внутренних дел Мергембай Жапаров. Он наградил отличившихся сотрудников полиции и поздравил с присвоением очередных званий. Среди награжденных Ерлану Разбаю с 2015 года работает начальником ОВД города Приозерск. Он не скрывает своей радости, ведь идет по стопам деда, участника войны. Руководство ОВД в целом оценило положительную мою работу, что наградило большими наградами. Очень рад, выражая, конечно, благодарность руководству ОВД и в целом ОВД аппаратов. Ветеранов, тружеников тыла с праздником Победы. Мне тем более честь стоять, что за моим доскам у меня дедушка здесь. Он тоже ветеран войны и заслуживает пенсионера МВД. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пригласили отведать настоящей солдатской каши. Фаризол Баба, Жаксул Кнурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В преддверии Дня Победы в Караганде установлена мемориальная доска на доме, в котором жил ветеран Великой Отечественной войны Каригул Сагимбекул Сагимбек. Каригул Сагимбек в 17 лет ушел на войну. В составе Воронежского фронта был пулеметчиком стрелковой дивизии, заместителем командира роты по политическим вопросам. Позже командиром роты. Каригул Сагимбек – один из первых, кто был награжден Орденом Красной Звезды за истребление немецких танков. В память о герое осталось множество наград. В стенах этого дома он прожил 25 лет, говорит его единственная дочь, которая и стала инициатором данного мероприятия. Номер дома также 25-й. Примечательно, что дом ветерана расположен по улице имени героя Советского Союза Нуркена Абдирова. Каригул Сагимбекула ушел из жизни 21 год назад, когда ему исполнилось 72. Такая была у меня мечта, чтобы увлечить моего отца Каригул Сагимбековича. И, наконец-то, это моя мечта на сегодняшний день. Накануне 72-летней победы Великой Отечественной войны я увлечила отца своего. История победы в Великой Отечественной войне – это не только великие сражения. Это мужество тех, кто работал в тылу. Одна из них – 95-летняя Жанел Кусаинова. О стойкости и самоотверженном труде людей войны в следующем сюжете. Жанел Кусаинова родилась в 1923 году. Когда началась война, она только закончила школу. Всю войну отработала на шахтах. Трудилась в тяжелых условиях. Но это ее не пугало, поскольку важнее было хоть на один день приблизить победу. Я желаю, чтобы не было войны. Пусть никто никогда не говорит это страшное слово. Это самая жестокая вещь. Пусть страна процветает из года в год, а люди будут улыбчивыми и счастливыми. После войны Жанел Кусаинова вышла замуж за ветерана Бадюсена Симбаевича. Родила и воспитала 8 детей. Работала учителем географии в школе. Затем долгие годы трудилась в системе торговли. Ее не раз избирали депутатом областного и районного советов. Сейчас труженик тыла живет с младшим сыном. Моя сноха любит, как родную мать. Я также отношусь к ней. С теплом, с любовью. Доброжелательные и крепкие отношения – самое главное в жизни. Спасибо за мирное небо над моими детьми и внуками. Пусть никогда не будет войны. Сейчас Жанел Кусаиновой 95 лет. Бабушка надеется, что отпразднует свой 100-летний юбилей. И таких, как она, было много. Тех, кто в юном возрасте встали за станок, пошли в шахту вместо своих ушедших на фронт отцов и братьев. Сегодня свидетелей тех непростых лет становится все меньше. И тем ценнее их воспоминания для потомков. Андрей Тенжек, Слуг Нурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Накануне празднования Дня Победы на мемориале боевой славы «Вечный огонь» состоялась торжественная церемония возложения цветов ветеранами и сотрудниками Департамента уголовно-исправительной системы. Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Геннадий Галушин, ветеран органов внутренних дел, около 30 лет отдал службе в правоохранительных органах. Начинал службу рядовым, а на пенсию вышел начальником управления. Сегодня руководство уголовной исполнительной системы пригласило нас в Караганду. Организовали нам концерт в честь праздников, двух праздников Дня защитника Отечества и Победы. И организовали нам концерт. Сегодня сейчас у нас будет проходить возложение цветов на монументе Дня Победы. Но потом организовали чай и пить. И в завершении выпуска о спорте. Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Кубке Европы в Берлине. В турнире приняли участие молодые спортсмены из 33 стран мира. Карагандинский регион представляли четыре борца. 4 мая на железнодорожном вокзале Караганды встречали бронзового призера Зангара Марата. 17-летний Зангар Марат прибыл из Берлина, где принял участие в Кубке Европы под дзюдо среди кадетов. Вместе с ним в германскую столицу отправились еще три карагандинских борца. Но только Зангар привез домой награду. На первой встрече я вышел против спортсмена Молдавии и одержал чистую победу. На второй встрече дал дорогу русскому спортсмену, проиграл ему. Затем за третье место боролся со спортсменом из Германии, одержал победу. Данный турнир является рейтинговым. Он важен спортсменам для пополнения очков, которые потом сыграют важную роль в отборе на мировые первенства. По словам тренера Зангара, этому успеху предшествовали упорные тренировки. Перед этим турниром были сборы в Алмате. Там 10-дневный сбор был. Мы готовились на этом сборе усиленно. Ну вот, получилось. Набрали хорошую форму перед турниром. Была хорошая мотивация у спортсмена. Всего в соревнованиях приняли участие 33 страны. В итоговом медальном зачете Казахстан занял шестое место. Сегодня кандидатура Зангара Марата рассматривается для включения в состав национальной сборной, для участия в юношеских чемпионатах мира и Азии. Андрей Тенолжас, Габбасов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Амансов Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова